доброе доброе утречка друзья я вот приготовился к тому чтобы подняться в бассейн покупаться я вот такой вот пляжник шортика и какой чуть не убился кстати немножко прохладно у нас тут на балконе но там сверху должно быть тепло что-то идем ну идем какие шлепаться что прям вот так о прям максимально пляжник примарк ну вот это я оделся смотрите в одессу на плавке кстати сиденькие отдел голы купаться там не буду полотенчик взял кепочку сейчас придем а там холодно сверху очень солнечно строители сегодня вовсю работает скоро на обед и они прекратят шуметь и чайки здесь купаются я вижу вовсю поряд ветер что-то мне не хочется уже купаться но с той стороны можно позагорать там ветра нет в итоге строители не на шутку разыгрались там долбят давайте уже на обед закрываетесь он у вас по 4 часа в первой половине дня всегда прохладно гуляем мы таня захотела в старбакс я повел ее в глорис правильно имя написали а у меня написали сача сача сидим под листочком здесь неподалеку от нашего дома также есть органический магазин и здесь огромнейший выбор намного больше чем в в том магазине мы взяли черешню очень классный магазин очень красивый огурчики маленькие и маленькая морковка как ты хотела там мы не будем сейчас много брать сибас это наверно но у нас дома есть еще вино которые которые нам презентовал хозяин квартиры таня выбирает дыню как ты определяешь какая хорошая я всегда раньше боялся разрезанных арбузов там дыни потому что ассоциации с тем как у нас отрезают половину гнилого а половинку продают а тут сразу просто режут что было удобно чтобы она была взять половинку или четверть смотрите тут еще есть розовая сангрия белая мы пробовали белую розовую ни разу не пробовали кстати вот это лучшая сангрия запомните и вот она еще есть маленьких бутылочках я возьму розовую ты хотела ну да мы ни разу не пробовали розовую вот черешня по евро что не то черешня на испанском я не знаю как будет как это 10 евро на по рублю а может за 100 грамм там был и чё на килограмм два латка килограмм 10 там два латка это килограмму на сережке то есть она стоит 300 гривен но это дорого серера изучаем понемногу испанские слова станя готовит ланч бокс мы возьмем с собой бокалы на крышу может в этот раз покупаясь полотенце а где полотенце не кричи на меня как только мы вышли на крышу солнце начало прятаться ну ничего все мне надоело ждать я буду купаться не все равно я в море купался я могу и без плавок купаться я думал глаз я думал бассейн поглубже конечно чудом я себе не разбил лоб когда нырял зашибись красота надо сразу то попробуй сколько можно ждать далее говорит стань передом а то видно твои бока смотрите какую то не приняла позу чтоб сфоткать меня таня там дерьмо от чаек я всегда хожу по краю бассейна ну что тань купаться не будешь у меня гниет локоть но на вид да будем сейчас располагаться накрывать стол сангрия я взял семечек даже так бокалы со льдом что это клубника а это в сангрию пикник у нас тут целый сыр и без лактозы мы не взяли с собой открывачку я открывал эту бутылку при помощи камеры на которой сейчас сгибаю сейчас попробуем розовую сангрии она кажется с газами как и белые красная без газов все я не люблю полный стакан какая вкусная черешня знали бы вы как я обожаю черешню особенно желтую огромную такую как в селе у бабушки черешня просто нереально вкусная я клубнику не сильно люблю а вот черешню я клубнику люблю но эта черешня вкуснее клубники выпьем за любой в родной мой и за вас мои любимые зрители чтобы мы без вас делали не пили бы сейчас сангрию здесь но вот это просто превосходно а Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, друзья! Мы сейчас идем выносить мусор. Я, кстати, вам не показывал. Тут есть комната для мусора прямо в доме. И сейчас на улице дождик. Мы взяли зонт. Мы планируем сейчас ходить на завтрак. Да, я взял с собой еще компьютер. Потому что к нам пришла уборщица, которая должна погладить нам белье. Ну, давай там что-то поубирать. Пока девушка убирает и гладит нам простыни, мы пойдем позавтракаем. Так, Таня, веди. Где мусорка? Ну да, зонтик открывай. Нужно выйти во внутренний двор. Так, спрячь меня. И во внутреннем дворе. Вот здесь дверь возле туалета. Вот она спрятана. И здесь можно мусор выкинуть. И тут разделение органический. Какой-то еще. Пластик. Так, сейчас будем разделять. Органический. Открывай. Не, я сам нажимаю. Так, а на кнопку надо нажимать. А, вот. Как 7. Очень чистый парк, кстати. И там поддут. А ну, тут сними камера, что там внутри. Мы достанем маленький вот пластик. Пластик сюда. И вот это тоже влезет. О, смотри. Вуаля. Мусорная комната. А тут инструкция, как пользоваться. И ребеночек счастливый, смотри. И нажимать кнопку. Вышли мы на улицу. Тут, кстати, еще консьерж, охранник постоянно открывает в подъезд двери. Бежит, чтобы... Да, бежит. То есть он видит, что мы идем. И открывает нам двери. Видит, что мы собираемся выходить. Тоже бежит. Нам открывать двери. Все как в отеле. Подними зонтик выше. Как? Мне неудобно вот так, наверное. Тогда возьми компьютер, я держу зонтик. Ну, все, прикольно, не холодно. Можешь медленнее идти. Это же моя любимая погода в Барселоне, Тань. Ты будешь идти без зонта? Так ты же не хочешь меня держать под за льдом. Ты просто трешь мне зонтом в голову. Иди медленнее. О, Тань, смотри. Вот тут иди. Люди не умеют в дождь жить. It's raining men. Alleluia, it's raining men. Дошли мы до торгового центра. Наметировано одну минуту. Я привел Таню в тапасную. Здесь просто берешь какой хочешь тапас, накладываешь себе пиво. А потом рассчитываешься. Вон, с перчиком вот этот вкусный. Вот столько тапасов я взял. Что? Шатается стол. Пересядем. Так вот сюда садись. Я взял самые вкусные. Что? Взял себе пять тапасов? Я тебе взял. Это самые вкусные. Я же сказала, что сама хочу взять. Вернулись мы с Таней домой. Пока не слышим. И везде чисто. Хотя у нас в принципе было чистенько. А постель погладила? Думаю, да. Вон, все убрато. Посуду даже помыла. Посуду помыла? Ну да. Распустился. Мы думали, они не распустятся. Хотя у нас так и было в принципе. Ну нет, стало чище гораздо. У нас даже помыла мойку, унитаз. Вымыла мойку? Да. О, круто. И, блин, так хорошо, когда кто-то убирает. Не надо ничего делать. А где поглаженные? Вот там? Да. Все погладила. Ой, надо убери это. Когда Таня уже на пляж с ней пойдет? Когда погода, Саша, будет нормальная. Она и тут поубирала, Таня. Да? Да. И там чисто, потому что там куча моих волос валялась. Саша линяет. У тебя реально волосы сыпятся очень сильно. Ну я лисею. Так я тебе предлагала, давайте буду втирать от облысения в это масло волос. Я просто себе пересажу скальп чей-то. Кто хочет, блядь, дать свой скальп волосатый? Доноро. Просто можно вырезать и прилепить чей-то сверху. Нет, Саша, можно пересадку волос. Так у меня волос хватает, которых можно пересадить. Да меня это не парит, я могу на лысо постричься, да и все. Я не комплексую. Поэтому в кепки ходишь? Да, блядь, я в кепки хожу, потому что просто удобно не мыть голову. Или волосы, чтобы не разлетались. Или когда ты не пострижен, когда нет прически, волосы непонятно как торчат. И поэтому я ношу кепку, потому что они так простые. Я жду, когда они отрастут, чтобы они и висели. Ты что, перфекционист? Блин, она не поправляется. Видишь, как-то нехорошо. Убирать тебе не надо. Ничего делать не надо. Ты что, срать? Убирать тебе не надо.